Нож о жизни светла и легка мне. Рассудок калькулирует. Исполненное чувство душа, неприемля рассудочного исчисления, поднимает яркие чаши целокупных восприятий – минады, бакханки, жрицы, иступлённые радостью, сродни поэту, одержимому творческим вдохновением. Жители неба, феба, жрецы, Здравия, феба, пейте, певцы, Резвые камены, пласки, беда, Ток и покрены – просто вода. Отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Заздравный кубок» Сократ восклицал – так и муза сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением. Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости. Точно так и хорошие милические поэты. Подобно тому, как карибанты пляшут в выступлении, так и они в выступлении творят эти свои прекрасные песнопения. Ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакхантами и одержимыми. Вакханки, когда они одержимы, черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме, не черпают – так бывает и с душой умиллических поэтов, как они сами о том свидетельствуют. Говорят же нам поэты, что они летают, как пчёлы, и приносят нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах мус. И они говорят правду. Поэт – это существо лёгкое, крылатое и священное, и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и иступлённым, и не будет в нём более рассудка, а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать. Платон и Он. Иннокентий Фёдорович Анинский будто сожалеет о своей философской трезвости. Но всё, чем владеет его мысль, отдаёт другому. Он слышит, понимает его, любя. «И Бог ты там, где я лишь моралист, ненужный гость, неловок и невнятен». Целомудренный узор на его фразы и ероглифы вещих снов. Он неподдельно скромен, чтобы держаться патетически. И лишь когда стоя читает стихи, в тоске припоминания о детских своих слезах, жест бывает и позволителен. Листы выскальзывают из рук. Другому Я полюбил безумный твой порыв, Но быть тобой и мной нельзя же сразу. И вещих снов ероглифы раскрыв, узорную пишу я чётко фразу. Фигурно там отобразился страх, и как тоска бумагу сердца мяло, Но по строкам, как призрак на перах, тень движется, так деланно и вяло. Твои мечты не надо по ночам. Я лунный вихрь в сверканье размаха. Им волны кос взметает по плечам Мой лучший сон за тканью Андромаха. На голове её эшафадаж, и тот прикрыт кокетливо платочком. Зато нигде мой строгий карандаш Не уступал своих созвучий точкам. Ты весь огонь, и за костром ты чист. Испепелишь, но не оставишь пятен. И бог ты там, где я лишь моралист, Ненужный гость, неловок и невнятен. Пройдут года, Быть может, месяца, или даже дни, И мы сойдём с дороги. Ты в лепестках душистого венца, Я просто так, задвинутый на дороге. Наперекор завистливой судьбе И нищете у бога слабодушной, Ты памятник оставишь по себе, Незыбленный, хоть сладостно воздушный. Мои мечты бесследно минет день. Как знать, а вдруг с душой подвижней моря Другой поэт её полюбит тень, В нетронуто торжественном уборе. Полюбит и узнает, И поймёт. И, увидав, что тень проснулась, Дышит, благословит немой её полёт Среди людей, которые не слышат. Пусть только бы в круженье бытия Не вышло так, что этот дух влюблённый, Мой брат и маг не оказался я В ничтожестве слегка лишь подновлённый. Табула раса Называл человеческую душу англичанин Джон Локк – эмпирик и сенсуалист. Опыт оставляет на ней свои письмена, Отпечатывает естественный порядок вещей. Так неужели душа, что подвижней моря, При рождении своём пуста, И нет в ней даже следа От былого космического движения? Кто же Богословит немой её полёт Среди людей, которые не слышат, Раз пусты от рождения? Опыт, по мнению Лока, или, иными словами, Предстоящий жизненный путь, Наделит душу прекрасными чувствами, Откроет глаза и уши? Увы, это не совсем так. Опыт коварен и жесток, Он разменивает жизнь на идолов рынка и площадей, На постановку нелепой пьесы, именуемой «Успех». Разве опыт вдохновляет, Укрепляет веру в любовь, Расчищает Кастальский источник, Заваленный мусором. Математик из Саксонии Лейбниц возражал англичанину, Примеряя к душе, если не врождённые идеи, Так хотя бы моральные принципы, Хотя бы искать радости И избегать печали. Она отдыхает теперь, эта душа, И набирается впечатлений, Она называет это созерцать, Когда вы её топчете. Погодите, придёт расистая ночь, В небе будут гореть июльские звёзды. Придёт и человек, Может быть, это будет носильщик, Может быть, просто вор. Пришелец напихает её всяким добром, А она этот мешок раздуется, Она покорно сформуется По тому скарбу, Которые должны потащить В её недрах на скользкую отрасы гору Вплоть до молчаливого чёрного обоза. А там с зарёю Заскрепят вазы. И долго, долго душа будет в дороге, И будет она грезить, А грезя покорно колотится По грязным рытвенам Никогда Непросыхающего чернозёма. Иннокентий Анинский. Моя душа. В белом поле был пепельный бал, Тени были там нежно-желанны. Упоительный танец сливал И клубил, и дымил их валаны. Чередой застилая мне даль, Проносились плясуньи мятежной, И была вековая печаль В нежном танце без музыки нежной. А внизу – содрогание и стук, Говорили, что ужас не прожит. Громыхая цепями – Ни дуг там сковал бы Воздушных не может, И бы лаль так постыла им степь, Или мука капризно-желанна, То и дело железную цепь Задевала оборка валана. Фатально делить на ноль сущее, Молодое, новообретённое, Сущее, которое может вместить И, кто знает, преобразить Бытие старого и недоброго мира, С отрадой смотреть на зарю, В безмолвии вглядываться В души людей и предметов, Хоть не врождённый, но всё-таки Принцы, путников и поэтов. Мне рассказывали, что, когда на педагогическом Совете гимназии строял вопрос Об исключении одного ученика за неуспеваемость, Анинский, выслушав доводы В пользу этой строгой меры, сказал – Да, да, господа, всё это верно, но ведь он пишет стихи, И юный поэт был спасён. Дмитрий Кленовский, поэт и царско-сельской гимназии Безмолвие душа вещей Ройна Ноша жизни светла и легка мне, И тебя я смущаю невольно, Не за Бога в раздумье на камне, Мне за камень им найденный больно. Я жалею, что даром поблёкла Позабытая в книге фиалка, Мне тумана покрывшего стёкла И слезами разнятого. Жалко. И не горе безумной, А Ива пробуждает на сердце унылость, Потому что она терпеливо Это горе качая сломилась. Ночь на 26 ноября 1906 Рассуждая о современном лиризме, поэт отмечал, что принимает всякое необщее понимание, в возможностях которого – грани ширить бытия, вымыслом умножить формы. Мне вовсе не надо обязательности одного и общего понимания. Напротив, я считаю достоинством лирической пьесы, если её можно понять двумя или более способами, или, недопоняв, лишь почувствовать её и потом доделывать мысленно самому. Тем-то и отличается поэтическое словосочетание от обыденного, что за ним чувствуется мистическая жизнь слов – давняя, и многообразная, и что иногда какой-нибудь стик задевает в вашем чувствелище такие струны, о которых вы и думать позабыли. Но я не люблю качаться, и мне вовсе не надо ни ребусов, ни анаграмм, ни таинственных собак на спичечных коробках. Конец цитаты. С четырёх сторон чаши Нежным баловнем мамаши то большиться, то шалить, и, рассеянно из чаши, пену пить, а влагу лить. Сил и дней, гордясь избытком, мимоходом на лету, хмельно-розовым напитком усыплять свою мечту. Увидав, что невозможно не вернуться, не забыть, пить поспешно, пить тревожно, рядом с сыном, может быть, под наплывом лет согнуться, но забыв и вкус вина, по привычке всё тянуться к чаше, выпитой до дна. Поэт выпускает из рук прочитанный лист, и тот падает на пол. Поэт делает паузу, чтобы стих осмысленно воплотился в другом и не связал, но установил связь между ними, тем самым понуждая к соприкосновению, а значит, к более бережному отношению друг к другу, тем самым побуждая к мышлению. Иннокентий Анинский не потому учитель Пастернака, Мандельштама и Гумилёва, что они ему подражали. Нет, о подражании не может идти речи, но названные поэты уже содержались в Анинском. Я веду своё начало от стихов Анинского. Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной целостностью. Анна Ахматова из «Беседы с Евгением Осетровым» Она прочитала мне четыре стихотворения, действительно очень замечательные. Мне особенно понравились «Смычок и струны», «Старые истонки» и «Лира часов». В самом деле, очень слышна она и Пастернак слышен. Лидия Корнеевна Чуковская Записки об Анне Ахматовой 30 июня 1940 года Второй мучительный сонет Вихри мутного ненастья Тайну белую хранят. Колокольчики запястья То умолкнут, то звенят. Ужас краденого счастья Губ холодных мёд и яд, Жадно пью я, весь объяд Лихорадкой сладострастья. Этот сон, седая мгла, Ты одна создать могла. Снега скрип, мельканье тень, На стекле узор курень И созвучье из тепла Губ и меха и сиреней. Иннокентий Фёдорович был звездой с переменным светом. Её лучи достигали неожиданно, Снопами разных цветов, То разгораясь, то совсем погасая, Путая наблюдателя, Который не отдавал себе отчёта в том, Что они идут от одного и того же источника. И надо отдать справедливость, Что у Иннокентия Фёдоровича Были данные для того, Чтобы сбить с толку И окончательно запутать каждого, Кто не знал его лично. Максимилиан Волошин Ахматова рассказывала, Что когда Анинский Увлекался какой-то дамой, Жена продавала очередную Берёзовую рощу И отправляла его в Швейцарию, Откуда он возвращался исцелённый. Анатолий Найман Июль Когда весь день свои костры Июль палит над рожью спелой, В несвежий лес своей капеллой Настешат, демонской игры За тучей разом потемнелой Раскат на гулки шары. И то оранжевый, то белый, Лишь миг живущие миры, И цвета старого червонца Пары, сгоняющие солнце, С небес омыто голубых. И для ожившего дыханья Возможность пить благоуханья Из чаши ливней золотых. Он был филолог, Потому что любил произрастание человеческого слова, Нового настолько же, как старого. Он наслаждался построением фразы современного поэта, Как старым вином классиков. Он взвешивал её, Пробовал на вкус, Прислушивался к перезвону звуков И к интонациям ударений. Точно это был тысячелетний текст, Тайну которого надо было разгадать. Он любил идею, Потому что она говорит о человеке. Но в механизме фразы Таились для него ещё более внятные откровения об её авторе. Ничто не могло укрыться в этой области От его изощрённого уха, От его ясновидящей наблюдательности. И в то же время он совсем не умел видеть людей, И никогда не понял Ни одного автора, как человека. В каждом произведении, В каждом созвучии он понимал только самого себя. Поэтому он был идеальным читателем. Максимилиан Малышин Весёлая минутка прошла. Анна Андреевна снова сделалась утовлённой и грустной. Рассказала мне историю смерти Анинского. Брюсов отверг его стихи «Весах». А Маковский решил напечатать в номере один Аполлона. Он очень хвалил эти стихи и вообще выдвигал Анинского в противовес символистам. Анинский все игры не понимал, но был счастлив. А тут Макс и Васильева сочинили «Черубину де Габриак». Она начала писать Маковскому надушенные письма, представляясь испанкой и прочее. Маковский взял, да и напечатал в номере один вместо Анинского «Черубину». Анинский был ошеломлён и несчастен, рассказывала Анна Андреевна. Я видела потом его письмо к Маковскому. Там есть такая строка. Лучше об этом не думать. И одно его страшное стихотворение о тоске помечено тем же месяцем. И через несколько дней он упал и умер на Царско-сельском вокзале. Лидия Корнеевна-Чуковская Записки о бане Ахматовой 8 августа 1940 года Лира часов Часы не свершили урока, А маятник точно уснул. Тогда распахнул я широко Футляр их и Лиру качнул. И, грубо лишённая Мира, Которого столько ждала, Опять под тюрьме своей Лира, Дрожа и шатаясь, пошла. Но вот уже ходит ровнее, Вот найден и прежний размах. О, сердце, когда леденее Ты, смертный, почувствуешь страх. Найдётся эта рука, чтобы Лиру К тебе так же тихо качнуть, И миру, желанному миру Тебя, моё сердце, вернуть. Отказав поэту в публикации стихов в первом номере Аполлона, Маковский отказал во втором. Это случилось по причине выхода в тех же выпусках журнала рассуждений Иннокентия Фёдоровича Аньского о современном лиризме «Аполлон, 1909 год. Номера с первого по третий», общий тон которых был, мягко сказать, не по душе отечественным декадентам. Итоги таковы. Среди новых лириков есть четыре имени, символизирующих вполне сложившиеся типы лиризм – Бальмонт, Брюсов, Вячеслав Иванов, Сологуб. Современная поэзия чужда крупных замыслов и в ней редко чувствуется задушевность и очарование лирики поэтов пушкинской школы. Но зато она более точно и разнообразна, чем наша классическая, умеет передавать настроение. Это зависит от гибкости, которую приобрели в ней ритмы, а также от стремления большинства поэтов придать своим пьесам своеобразную колоритность. Сказалось, конечно, и стремление к новизне. На нашем лиризме отражается усложняющаяся жизнь большого города. В результате более быстрого темпа этой жизни и других условий недавнего времени современная лирика кажется иногда или неврастеничной, или угнетенной. Среди модернистов заметно сильное влияние французской поэзии, за последнее время, особенно Верхарна и Эредия. Изредка возникают попытки из славяно-византийской стилизации причудливый возврат к старине. Иннокентий Анинский о современном лиризме Миражи То полудня пламень синий, то рассвета пламень алый, я ль устал от чётких линий, солнце ль самое устало. Но через полок темнолистый я дождусь другого солнца, цвета мальвы золотистой или розы и червонца. Будет взором так приятно утопать в сетях зелёных, а потом на тёмных клёнах зажигать цветные пятна. Пусть миражного окруженья через миг погаснут светы, Пусть я – радость отраженья, Но не то ли и вы – поэты? Столкновение с миром современной литературы, точнее, с литературной средой, было для поэта таким же гибельным, как для эстонцев столкновение с царизмом в 1905-м. Для него, жившего миром смыслов классического античного строя, русского метампсихоза Эврипида, это была катастрофа с летальным исходом. Рубцевать неисцелимую рану приходилось по-живому. От этого становилось ещё больнее. Сердце не выдержало болевого шока. Анинский-Маковскому 12 ноября 1909 года «Царское село» Дорогой Сергей Константинович, я был, конечно, очень огорчён тем, что мои стихи не пойдут в Аполлонию. Из вашего письма я понял, что на это были серьёзные причины. Жаль только, что вы хотите видеть в моём желании, чтобы стихи были напечатаны именно во втором номере. Каприз. Не отказываюсь от этого мотива моих действий и желаний вообще. Но в данном случае были разные другие причины и мне очень и очень досадно, что печатание расстроилось. Ну да не будем об этом говорить и постараемся не думать. Ещё бы ошиблись, дорогой Сергей Константинович, что время для появления моих стихов безразлично. У меня находится издатель и пропустить сезон, конечно, ни ему, ни мне было бы ни с руки. А потому, вероятно, мне придётся взять теперь из редакции мои листы, кроме пьесы «Петербург», которую я, согласно моему обещанию и в то же время очень гордый выраженным вами желанием, оставляю в распоряжении редактора Аполлона. Вы напечатаете её, когда вам будет угодно. Искренне вам преданный «Иннокентианинский». Но для меня свершился выдел, и вот каким его я видел. Злочёно-белый, прямо с ёлки, был кефарет он и стрелец. Звенели стрелы, как иголки, грозой для кукольных сердец, дымились бухли из-под митры, На струнах нежилась рука, Но уж потухли звоны цитры Меж пальцев лайковых башка. Среди миражей не устану его искать, Он нужен мне, тот безустанный мировражий, Тот смех огня и смех в огне. «Все мы умираем неизвестными» – Анаре де Бальзак констатировал итог многолетних литературных усилий. Это было так и в случае Иннокентия Фёдоровича. Помня об этом, Волошин, в своей мистификации косвенно повинной в ранней его кончине, Надеялся, что сбудутся также слова Бернарда Шоу – «Жизнь равняет всех людей, Смерть выдвигает выдающихся». Иннокентий Фёдорович Анинский был удивительно малоизвестен при жизни не только публике, но даже литературным кругам. На это существовали свои причины. Литературная деятельность Иннокентия Фёдоровича была разносторонней и разнообразной. Этого достаточно для того, чтобы остаться неизвестным. Слава прижизненная – удел специалистов. Оттого ли, что жизнь стала сложнее и пестрее, оттого ли, что мозг присыщен яркостью рекламных впечатлений, память читателя может запомнить в наши дни о каждом отдельном человеке только одну черту, одно пятно, один штрих. Публика инстинктивно протестует против энциклопедистов, против всякого многообразия в индивидуальности. Она требует одной определённой маски с неподвижными чертами. Тогда и запомнит, и привыкнет, и полюбит. Максимилиан Волошин Иннокентий Анинский Лелик Мою судьбу трогательно опишут в назидательной книжке ценой в трикопейки серебра. Опишут судьбу бедного отслужившего людям мешка из податливой парусины. А ведь этот мешок был душою поэта, и вся вина этой души заключалась только в том, что кто-то и где-то осудил её жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и скарбом, которым воровски напихивала её жизнь, жить и даже не замечать при этом, что её в то же самое время изнашивает собственная, уже ни с кем не делимая мука. Иннокентий Анинский Моя душа Старая шарманка Небо нас совсем свело с ума, то огнём, то снегом нас слепило, и, ощерясь, зверем отступило за апрель упрямая зима. Чуть на миг сомлеет в забытии, Уж опять на брови шлем надвинут, и под нас тушедшие ручьи, не допев, умолкнут и застынут. Но забыто прошлое давно. Шумен сад, а камень белый гулок, и глядит раскрытое окно, как трава одела закоулок. Лишь шарманку старую знобит, и она в закатном ленье мая, всё никак не смелит злых обид, цепки вал кружа и нажимает. И никак, цепляясь, не поймёт этот вал, что ни к чему работа, что обида старости растёт на шипах от муки поворота. Но когда б и понял старый вал, что такая им с шарманкой участь, разве петь, кружась он, перестал от того, что петь нельзя, не мучайся? Быть многогранным, интересоваться разнообразным, проявлять себя во многом – лучшее средство охранить свою неизвестность. Это именно случай Иннокентия Фёдоровича Анинского, и лишь теперь для него начнётся синтетизирующая работа смерти. М. Волошин Одним из синтезов, происшедших уже после кончины Анинского, Анинского, но обязанных по большой части его педагогическому дару и поэтическому вдохновению, было рождение акмеизма. В работе 1923 года Борис Михайлович Эхенбаум разъяснят. Акмеизм – последнее слово модернизма. Для него характерно не установление каких-либо новых традиций, а частичный отказ от некоторых принципов, несённых позднейшими символистами и осложнивших их собственную поэтическую практику. Недаром акмеисты выдвинули в качестве главного своего учителя Иннокентия Анинского, который больше других сохранил в неприкосновенности черты раннего символизма, ещё называвшегося модернизмом или декадентством. Здесь сохранилась эстетическая позиция – то, с чего началось само движение, от чего оно потом отклонилось, увлекшись религиозно-философским обоснованием своих художественных тенденций. Противоположности сходятся. Линия круга заканчивается возвращением к начальной точке. Подчёркиванием своей связи именно с Анинским акмеисты свидетельствовали о себе как о завершителях того большого круга, который в общем именуется модернизмом. Конец цитаты. Я отчётливо помню то собрание цеха осень 1911-го у нас в Царском, когда было решено отмежеваться от символистов. С верхней полки достали греческий словарь – не шумцели – и там отыскали цветение вершинок. Меня, всегда отличавшейся хорошей памятью, просили запомнить этот день. Записать никому не приходило в голову. Что, как видите, я и сделала. Из свидетелей этой сцены жив лишь один Зенкевич, Городецкий хуже, чем мёртв. Анна Андреевна Ахматова Листки из дневника Бессонница ребёнка От душной копоти земли Погасла точка огневая, И плавно тени потекли, Контуры странными сливая. И знал, что спать я не могу, Пока уста мои молились. Тени, отвязные к мозгу Опять слова зашевелились. И я лежал, а тени шли, Наверно, зная и скрывая, Как гриб выходит из земли И ходит стрелка часовая. Сократ ничего не записывал И не считал нужным, чтобы за ним записывали другие. Вся его мудрость прославлена сочинениями учеников. Платон приобрёл известность сократическими диалогами, Ксенофонд – воспоминаниями об учителях. Рассказывают, что однажды он увидел во сне, как держал на коленях лебедёнка, А тот оперился и взлетел с дивным криком. На следующий день, встретив Аристокла, Сократ предположил, что тот Должно быть и есть виденный во сне лебедь. Произошло это где-то в 408 году до н.э. Юноша Аристокол, чьё имя означает «Наилучшая слава», за высокий рост, широкие плечи и успехи в борьбе получил прозвище Платона, а его философия является предметом изучения и поныне. В 1906 на книге «Отражений» книги литературно-критических статей о русских прозаиках XIX века, подаренной двадцатилетнему Гумилёву, Иннокентий Фёдорович сделал посвящение. «Меж нами сумрак жизни длинной, Но этот сумрак не корю, И мой закат холодно-дынный С отрадой смотрит на зарю». Посвящение не было напрасным. Из наброска вступления к первой книге стихов Анинского, написанного в 1903 и опубликованного в номере шестом Аполлона в 1911 году, «Почти два года спустя после кончины поэта». Один старый немецкий учёный просил, чтобы его последние минуты были скрашены чтением Илиады – «Хотя бы каталога кораблей». Этот свод легенд о дружинниках Агамемнона, иногда просто их перечень, кажется нам теперь довольно скучной. Я не знаю, что любил в нём почтенный Гильяртер, свои мысли и труды или, может быть, романтизм своей строгой молодости, первую любовь, гетингенскую луну и каштановые деревья, но я вполне понимаю, что и каталог кораблей был настоящей поэзией, пока он внушал. Имена навархов, вплывших под Илеон, теперь уже ничего не говорящие, сами звуки этих имён, навсегда умолчие и погибшие в торжественном кадансе строг, тоже более для нас непонятным, влекли за собою в воспоминаниях древнего Эллина живые цепи цветущих легенд, которые в наши дни стали поблегшим достоянием синих словарей, напечатанных в Лейпциге. Что же мудрённого, если некогда даже символы, имён, под музыку стиха вызывали у слушателей целый мир ощущений и воспоминаний, где клики битвы мешались со звоном славы, а блеск золотых доспехов и пурпуровых парусов с шумом тёмных эгейских волн. Иннокентий Анинский. Что такое поэзия? ПАМЯТИ АННЕНСКОГО ПАМЯТИ АННЕНСКОГО К таким нежданным и певучим бредням, завяз собой умы людей, был Иннокентий Анинский последним из царско-сельских лебедей. Я помню дни. Я, робкий и торопливый, входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный и учтивый, слегка сидеющий поэт. Десяток фраз пленительных и странных, как бы случайно уроня, он вбрасывал в пространство безымянных мечтаний слабого меня. О, в сумрак отступающие вещи, и еле слышные духи, и этот голос нежный и зловещий, уже читающий стихи. В них плакала какая-то обида, звенела медь и шла гроза, а там над шкафом профиль эврипида Слепил горящие глаза. Скамью я знаю в парке, мне сказали, что он любил сидеть на ней, задумчиво смотря, как синие дали В червонном золоте олень. Там вечером и страшно, и красиво, в тумане светит мрамор плит, и женщина, как серно боязливо, во тьме к прохожему спешит. Она глядит, она поёт и плачет, и снова плачет и поёт, не понимая, что всё это значит, но только чувствуя не тот. Журчит вода, протачивая шлюзы, сырой травою пахнет мгла, и жала голос одинокой музы последней царского села. 1911 Николай Степанович Гумилёв